Здравствуйте! Сегодня 29 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Ожидание предстоящего аукциона по предоставлению европейским банкам краткосрочной ликвидности уже оказывает позитивное влияние на единую валюту. Так, на утренних торгах во вторник курс евро довольно активно рос по отношению к американскому доллару. Небольшой сбой произошел на уровне 1.3462. Сообщение о том, что Ирландия планирует провести референдум по вопросу финансового соглашения с ЕС, был негативно воспринят рынком. Евро начали продавать, и курс пары на откате вновь протестировал азиатские минимумы на отметке 1.3390. Однако опубликованные к этому времени довольно сильные европейские и американские данные по потребительскому доверию и деловой активности в обрабатывающей промышленности активно поддержали спрос на рисковые валюты. Евро на этом фоне быстро восстановился и продолжил восходящую динамику. Таким образом, в паре с долларом курс единой европейской валюты поднялся вчера на 80 пунктов и, завершив торговлю на отметке 1.3470, вновь достиг максимального уровня пятницы. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения подъема пары к целевым уровням 1.35, 1.3546, 1.36 и 1.3618. Вблизи последних уровней пара может развернуться на снижении в направлении 1.3439 и ниже. В преддверии ключевого события недели аукциона Европейского центрального банка британский фунт на азиатских торгах вторника пользовался повышенным вниманием инвесторов. Следуя за динамикой единой европейской валюты, фунт доллар укрепился первоначально до уровня 1.5875. Кратковременный откат пары, последовавший после объявления референдума в Ирландии, не изменил ценовой динамике валюты. Фунт вновь начал расти, получив позитивный импульс от публикаций данных, продемонстрировавших значительный рост объемов розничных продаж в Великобритании. На этом фоне курс пары взлетел от азиатского минимума 1.5799, зафиксировав на подъеме новый трехнедельный максимум 1.5906, вблизи которого валюта завершила дневную торговлю. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение подъема пары фунт-доллар к целевым уровням 1.5936 и 1.5969. В этой зоне ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням 1.5910, 1.5881 и 1.5868. Если этот последний уровень будет пробит, снижение продолжится далее к уровню 1.5848 и 1.5823. В экономическом календаре среды Австралия опубликует месячные данные по объемам розничной торговли и кредитованию частного сектора. Швейцария представит индексы ведущих экономических индикаторов за февраль. В еврозоне будут опубликованы индекс потребительских цен, а ведущая экономика региона Германии отчитается по количеству безработных и уровню безработицы, приведущий показатель 6,7%. В американской статистике сегодня будут опубликованы окончательные данные по приросту ВВП за четвертый квартал, индексы личных потребительских расходов, а кроме того состоится выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке с полугодовым отчетом по монетарной политике. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.